Приветствую всех! Это новости Дагестана. С вами Махач Курбанов. Я и мои коллеги по-прежнему работаем из дома. Республиканская станция переливания крови начнет 1 июня прием донорской плазмы от переболевших COVID-19. Опыт использования плазмы выздоровевших пациентов для лечения от коронавируса уже есть во многих регионах и странах. Такие методики начали применять столичные врачи и практика показала, что переливание антиковидной плазмы позволяет облегчить протекание болезни. Донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и весить не менее 50 кг. Также доноры должны будут представить официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19. Глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство новой инфекционной больницы. Медучреждение строится в Древнем Дербенте согласно поручению президента. На стройплощадке продолжается армирование и практически завершена закладка фундамента. Уже залито 300 кубов. Завершить строительство больницы планируют 28 июня. Подробнее по тематам Анапова. Работы здесь ведутся круглосуточно. Здание будет построено по типовому проекту Минобороны России. Больницу оснастят современным оборудованием. В первую очередь аппаратами ИВЛ и томографами. Но это по завершении строительства. А пока в планах отмечают специалисты в течение двух дней завершить все фундаментные работы. Сейчас у нас идет обратная засыпка под фундаментную плиту. Подготовка к бетонированию. Сегодня в ночь начинаем уже армировать. Завтра предварительно будем, скорее всего, заказывать бетон. Сегодня будет закончена полностью вся подготовка. И частично на 50% монтаж канализационных труб. Вывод из здания. Строительство нового госпиталя планируется завершить к концу июня. Его мощности дополнительно позволят охватить диагностикой и лечением население всего Южного Дагестана. В свою очередь, глава Дербента Хизри Абакаров поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве за оперативную работу. Дальше. Молодцы, вы же оперативно работаете. Я хочу сказать большое спасибо командующему флоты Сергею Михайловичу Пинчуку. С первого дня он включился, ночью позвонил. Сказал, что песок завозят. И всем военным тоже хочу сказать спасибо. Вот Игорь Николаевичу хочу сказать целыми днями здесь находится. Всем большое спасибо. И вы делаете очень большое дело для Дербента. Это то, что нам на сегодня нужно. Спасибо. Отметим, что по поручению Владимира Путина в Дагестане будет построено три медицинских центра в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Их возводят в Дербенте, Каспийске и в Хасавюртовском районе. Строительство ведется военными по специальному проекту Министерства обороны. По теме от Канапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Дербент. Накануне в Дербент прибыла фура с 10 тоннами дезинфицирующих средств. Такую братскую помощь городу оказала республика Северная Осетия, Алания. Доставку груза осуществили Рамис Меликов и Феликс Латифов. Они родились и выросли в Дербенте, но в данное время проживают за пределами Дагестана. Наблюдая за всем предстоящим в республике, и в частности в нашем городе Дербенте, наши друзья из Северной Осетии, Алании не смогли остаться в стороне. И оказали нам помощь, братскую помощь в виде детсредства, которое мы решили предоставить нашей администрации, главе нашего города, которым распорядиться, я так думаю, что правильно. Я очень хочу поблагодарить главу Северной Осетии Вячеслава Бетарова и также компанию ООО «Беземед» Тельмана Засеева. Спасибо, и очень приятно, что все откликнулись и все помогают. И в дальнейшем, когда все это закончится, я думаю, мы будем часто друг к другу в гости приезжать. В Дагестане в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне подняли в небо воздушные шары с портретами фронтовиков. Эта акция по инициативе Федерации бокса России прошла в 15 городах страны. Затем, как все происходило в Махачкале, наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. Аэростаты поднимаются в небо с первыми лучами солнца. Сегодня у них особая миссия. К ней готовили сразу в нескольких регионах России. Организаторы поздравляют ветеранов в буквальном смысле на высоте. 9 мая акцию отменили из-за неподходящих метеоусловий. Ведь для таких полетов нужна особая погода. Как только все наладилось, воздушные шары взмыли в небо. Площадь одного такого баннера – почти тысяча квадратных метров. Это для того, чтобы лица героев было видно издалека. На графических полотнах были изображены Абдул-Хаким Исмаилов, водрузивший знамя победы над Рейхстагом, и Магомед Салам Умахана, возглавлявший Советские годы Республику. Теперь же его именем названа «Школа бокса». Примечательно, что эта акция – одна из немногих, которую удалось провести даже во время пандемии. Но и она прошла с соблюдением всех мер безопасности. Для того, чтобы это мероприятие провести, это запустить, мы все предусмотрели, немассовые мероприятия. Участвует малое количество людей, именно от Министерства спорта, от Федерации бокса, от президента Федерации бокса. И мы участвуем, помогаем в этой работе. Воздушные суда для такого необычного парада выбрали не случайно. В годы войны аэростаты тоже участвовали в обороне, охраняя небо от фашистских налетов. Они поднимались в небо над Москвой, чтобы немецкие самолеты запутывались в стальных нитях, которые были привязаны к воздушным шарам. Это акция – дань уважения советским спортсменам, которые воевали на всех фронтах. «Мы хотим поздравить наших ветеранов с прошедшим 9 мая. Я думаю, что от того, что по погоде не получилось, 9 мая запустить. И пришлось с отложенным временем поблагодарить Федерации бокса России, которые нам подсказывают такие акции, которые напоминают нам о наших ветеранах». Организаторы акции отмечают, что победа в этой войне досталась нам спотом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта. В Дагестане могут исчезнуть полюбившиеся жителям столицы автобусы «Метаны». Деятельность махачкалинского пассажирского автопредприятия номер 2 приостановлена в связи с банкротством. Без работы могут остаться все 131 человек. Напомним, данное автотранспортное предприятие обслуживает пассажиров междугороднего рейса «Каспийск» – «Махачкала». Так называемые народные автобусы «Метаны» перевозили людей всего за 15 рублей. На сегодняшний день это один из самых дешевых тарифов за проезд. Дагестанка стала жертвой экстрасенсов. Женщина заплатила более 185 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим решить ее проблемы. Все началось с того, что женщина увидела в интернете объявление о показании эзотерических услуг. Я позвонила по указанному номеру, со мной связался представитель этого сайта. После со мной связались их работники, выслушали меня, потом сказали, что могут помочь мне, но им нужно сделать диагностику. Только нужно заплатить 8100 рублей. Но я стала возмущаться. Почему 8100 рублей? Вы же сказали, что бесплатно. Но вы не переживайте, это не такая большая сумма. Несколько раз мне пришлось эти суммы перечислять. Хотя у меня их и не было, мне пришлось пользоваться кредитной картой и перечислять на их счет. В общем сумме оказалось 185 тысяч рублей. Но они на меня оказывали психологическое воздействие, что не переживайте, мы вас включили в федеральную программу, что необходимо вам, всю необходимую сумму, которую вы потратили, будет обязательно возвращена. Но когда псевдоспециалисты получили деньги, они перестали выходить на связь. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. МВД призывает жителей республики не вестись на уловки мошенников, не пользоваться сомнительными услугами и доверять только проверенным сайтам. Это все на сегодня. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok